Приветчи! По многочисленным просьбам и по огромному количеству лайков, третьей серии всё-таки быть. Похожий на классический случай опустощённости. Опустошённости? Ты имеешь в виду то, о чём ты рассказывал? Именно. Опустошённый, те, чьё сердце опустошили. Бедняги просто перестают быть собой. Толку от таких никакого. Значит, его сердце опустоши... Эу, потище, ладно? Шадар это да. Если кто-то пытается противостоять ему, он опустошает сердце бедолаги, чтобы тот не мог сопротивляться. Но, если он так и останется в этом состоянии, мы не сможем попасть в Каталонию. Итак, Волли, почему бы тебе не исцелить первого опустошённого? Исцелить? Но как это сделать? Ну, так сразу не получится. Сначала нужно раздобыть парочку вещей. Но я-то знаю одного старика, но у которого есть то, что нам нужно. Видишь, как много от меня пользы, да? Какого старикана? Что значит, какого старикана? Того самого старикана, который живёт в лесу, к северу отсюда, в настоящем дремучем лесу, где очень темно. Поэтому его и называют дремучий тёмный лес. Ммм, звучит логично. Шикарно. Управление перешло в наши руки. Можем здесь побродить. Я предлагаю подойти к охране. Спортсмер, что ли? О, ну ладно. А этот? А этот просто что-то дремлет. Он даже с нами не хочет болтать, прикинь? Привет, а ты с нами поболтаешь? Ох, опли, раз-два, раз-два. Хочешь попасть в город? Боюсь, это сейчас невозможно. Дело в моём сослуживце. Это он отвечает за то, чтобы пускать людей в город. Но в последнее время он отказывается это делать. Говорит, что ему лень. Ага, так вон в чём дело. Опустошённые это просто ленивые люди, которым лень что-либо делать. Тогда мы идём с тобой в дремучий лес. Дорога нам предстоит дальняя. И, возможно, даже очень опасная. Потому что, посмотри, там ходят, бродят всякие какие-то чудики-юдики. Кстати, я сейчас подумал, было бы прикольно, если бы Хнык мог тоже драться за нас. Я немножечко запутался, куда нам идти, в каком направлении. Давай откроем карту. О, нифига себе, нам тарабанить, как далеко. Где звёздочка, там и находится дремучий лес. Ладно. Я тут, кстати, ещё видел светящуюся штуку. Вон, видишь, светится. Сейчас подойдём, заберём, что там закопано. Вы получили предмет. Какую-то траву. Может пригодиться там для алхимии или ещё что. Типа лекарства сделать. Опа, опасность. Это кто это? Крыса, что ли, какая-то здоровая? Офига себе. Бежим! Бежим! Нет, пухлые крысы! Отстаньте от меня. Тут ещё тоже какой-то малёк. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чёрт. Схватки не миновать. Итак, против нас на ринг выходит баран. Сейчас мы попробуем надавать ему люлей. У него, кстати, такой рог прикольный, как у единорога. Главное, чтобы он нас не проткнул им. Получай. Ух ты, у него еще и на заднице жало есть. Давай-ка попробуем стойку защиты. А, нифига. Он защиту пробивает мою. И что это за защита такая? Может мне нужно просто щит найти где-нибудь? Давай, добивай Оли его. Чуть-чуть осталось. Ну что ты промахиваешься? Ништяк. Ушатали этого рогатого барана. Сейчас посмотрим, что нам за него дадут. Ну, побыстрее, пожалуйста. О, второй уровень. Зашибенно. Один голд. И, и что, и что? Оливер достиг второго уровня. Мои показатели выросли. Теперь я стал мощнее. А это значит, что мои лещи тоже стали мощнее. Продолжаем наш путь к дремучему лесу. Если честно, то мне не очень хочется драться со здешними свиринцами. Так, у нас тут западня. Попробуем в стиле стелс пробежать, чтобы нас никто не запалил. А, черт, запалили, бежим, Оли. Оли, скорее, бежим, 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 ништяк. Они просто пробежали мимо меня. Фух. Боюсь представить, что будет в дремучем лесу. Опа, западня. Чтобы там пройти, нам придется по-любому подраться. В обход мы тоже, если пойдем, там вон мышь. Она уже нас видит. И черпедери. Ладно, будем биться. С такой собакой мы уже дрались. Грива-пес. Давай-ка этот бой я для тебя пропущу. А этот бой с новым монстрюганом. Пожалуй, покажу. На ринг выходит спавлин против Оли. Посмотрим, кто кого. Ой-ой-ой, спавлин что-то уже кастует? И он кастанул с плюшки. Милашная какая-то магия у этого спавлина. Ой, как быстро он сдался-то. Ну все, вот мы и добежали до этого дремучего леса. Темное сырое место, где обитает куча всяких опасностей. Дремучий темный лес. Лес из волшебных сказок. Глянь-ка на это. Это же путевой камень. Полезная штука. Путевой камень? Да, парень, это древние камни. Ясно? С их помощью можно делать записи в твоих текущих приключениях. В таких диких местах, как, например, лес, ты не можешь просто плюхнуться на первый попавшийся валун, чтобы ввести дневник. Почему нет? Почему нет, спрашивает? О, я сойду с ума. Потому что в них полно ужасного зверя, ясно? Правда? Звучит устрашающе. Ты привыкнешь, парень. Ну ладно, давай подойдем к этому камню и восстановим один хп недостающий. О, магия. Здоровья им она восполнены. И я могу теперь сохраниться. Сохраняемся. Все. Можно драпать дальше. Пойдем, хнык. А, ты меня ведешь, да? Ну ладно, иди спереди, мне даже лучше. Если что, тебя первого съедят. Ну или отпенают. Не знаю, что с тобой сделать. О, тут у нас развилочка. А что если я не за хныком пойду, например, вот направо? А, карта не раскрыта еще. Че это ты, парень? Лесной старикан ведь в другом месте. Ха, хнык мне не дает никуда от него отлучаться. Ясно, идем с ним. Мистер хнык! Подожди меня! О, да ладно, как обычно. Вспахал землю носом. Кто идет? Вот это да. Оли, познакомься с дедушкой Дубом. Как дела, ваша листина? О, хнык. Это ты. Чем оказал? Короче, я тут привел парня из другого мира, понимаете? И подумал, что, возможно, вы сможете нам немного, ну, подсобить. О, я должен был догадаться. Ты приходишь ко мне только тогда. Простите вашу высоченность. Вы понимаете, насколько я всегда вам признателен? Этот мальчик. А, вы заметили, да? Ваша шершавость. Ах так. Чистосердечный. Тот, кто изгонит тьму. И ты, хнык, собираешься... Так и есть ваша древность. Мы собираемся задать Шадару изрядную трепку. Ты? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Все такой же безрассудный, как я погляжу. Хорошо. Я помогу вам. Но для начала, нам нужно помочь мальчику обзавестись фамильяром. Не так ли? О, да. У меня вылетел из головы. Ага. Он прав, Оли. Возможно, немного рановато, но, полохая, нам стоит обучить тебя призывы фамильяров, да? Фамильяров? Да, фамильяров. Здесь, в нашем мире, ты из глубин своего сердца можешь призвать небольшое воинственное создание. Ясно? Зверюхи на нашем пути с каждым разом будут все крупнее и злее. Так что тебе понадобится тот, кто протянет тебе руку помощи. Или клешню, или клюв, или щупальцы. У меня правда получится? Ну, есть только один способ узнать наверняка. Ты же хочешь помочь маме? Конечно. Значит, хватай свой спутник волшебника и открывай его на странице призыв фамильяра. Но, мистер Хнык, тут нет заклинания призыв фамильяра. Чё? Мальчик прав. Взгляни на его, спутник волшебника. Похоже, в нём не хватает гораздо больше, нежели нескольких страниц. Да? Не может быть. Значит, я не могу воспользоваться этим заклинанием? О-хо-хо. Я могущественнее, чем ты думаешь, юноша. Оливер, верно? Так, посмотрим. Призыв фамильяра. Мой тебе подарок, юный Оливер. Вы получили страницу с описанием заклинания призыв фамильяра. Большое вам спасибо, дедушка Дуб. Так, так, так. Призыв фамильяра. Вот он у нас. Интересно, кого же я призову? Что это? Славность работы на Оли, глянь-ка на него. Воин из глубин твоего сердца. Фамильяр. Это фамильяр? Именно. Твой боевой дух воплоти. Воин твоей души. И он правда сможет помочь мне в бою? Что? Как неприятно. И чем сильнее он будет становиться, тем больнее будет бить. Значит, это фамильяр, да? И он отправится с нами. Несомненно, Оли. Чем нас больше, тем веселее, не так ли? А теперь как насчет того, чтобы дать имя этому малышу? Рубака. Зовут малыша. В принципе, можно оставить это имя. Довольно прикольно. Пусть ты будешь Рубакой. Значит, вояка по кличке Рубака? Да. Оливер, мы не можем отпустить тебя в это опасное путешествие с одной лишь хлипкой волшебной палочкой. Позволь дать тебе несколько заклинаний, которые помогут в бою. Целебное касание. Первое заклинание, которое нам дал Дуб. Славненький. Самое полезное заклинание для Искателя Приключений. Порезы, ушибы, растяжение, раны, всё пройдёт. Мистер Хнык, ты говоришь так, как будто мне предстоит получать ужасно много ранений. Мой следующий подарок тебе вспышка пламени. О, да. Будешь стрелять шариками огня. К примеру, Флора люто ненавидит огонь. Даже наш древорожий боится огненных шаров. Хнык, да как ты смеешь? Ты же никогда не стал бы целиться подобным заклинанием в меня. Не так ли, мальчик? Ни в коем случае. Конечно нет, дедушка Дуб. Ещё одна страница заклинания. Огненный шар. Теперь вы можете использовать меню заклинаний. Малый свистун А и свистун Б Молодчина, Оля. Теперь начинается сражение с помощью фамильяров. Для начала надо выбрать, кто будет сражаться. Мы столько зил положили на его создание, что стоит дать ему шанс. Блин, этот хнык столько болтает, это капец. Слушай, эта игра становится похожа на каких-то покемонов. Я призвал своего фамильяра, ну то есть покемона, грубо говоря, и он дерётся с другими покемонами. Причём, я этим фамильяром могу управлять. Это очень круто. Давай-ка лупанём по полной. Фига себе фамильяр. Вот это он мощный. Так, больше способностей по полной у нас нету, атакуем обычным мечом. Кажется, я начинаю въезжать в эту боевую систему. Так, ману подобрали, хпшечки, ещё хпшечки. А теперь добиваем. Вот так. Блин, это вообще прикольно. Сколько интересно я могу фамильяров призвать и какие они вообще могут быть? Кстати, Хнык сказал, что я его могу призывать и убирать обратно типа в своё сердце, ну, как в покебол. Ну, теперь ты знаешь, как сражаться вместе с фамильяром, да, Олли? Чтобы стать настоящим бойцом, ты должен научиться понимать, когда лучше выпустить фамильяра, а когда сражаться самостоятельно. Я очень постараюсь, мистер Хнык. А, и ещё, когда этот малыш не сражается, он отдыхает в твоей клетке для существ. В клетке для существ ты можешь покормить своих верных фамильяров вкусным лакомством. На выбор доступно множество разных лакомств. Одни улучшают способности, другие могут обучить их новым приёмам. Скорми своим фамильярам достаточно количества их любимых лакомств и связь между вами станет прочнее. А это значит, что ты сможешь ещё больше усилить их способности. Только не закармливай их слишком, а то они просто-напросто обедятся. Помни главное, во всём умеренность. Клетка для существ. Понял. Обещаю хорошенько присматривать за ними, мистер Хнык. В главном меню теперь доступна клетка для существ. Ой, чуть не забыл. Мы кое-что хотели спросить у вас, ваша стволовитость. В Каталонии есть один стражник, и он опустошён. Опустошённый? Зло Шадара распространяется всё дальше. Стало быть, вам понадобится... Да-да-да-да-да, понадобится ваше дубейшество. Вы прямо на лету схватываете. Терпение, малыш Хнык. То, что вы ищете у меня. Так-так, посмотрим. Хм, он точно был где-то здесь. Да ладно, только не говорите, что вы его потеряли. Потерял? Какая дерзость! Я специально спрятал его в самых верхних ветках. Просто там всё немного запуталось. Пока я ищу, хочу попросить вас об одолжении. Я же... А я ведь говорил, что мы ужасно спешим, да? Мистер Хнык, мы должны помочь дедушке Дубу. Он ведь дал нам те заклинания. Как это приятно встретить столь ответственного и честного молодого человека. Ладно, ладно, ладно. Я понял ваш прозрачный намёк. Говорите, для чего мы вам нужны. Видите ли, хранитель этих лесов? Ох уж эти болтуны. Тут реально в этой игре очень много болтает. Я буду кое-что пропускать. В общем, я хочу сейчас залезть в клетку для существ и посмотреть. Получается, что у меня может быть одновременно три фамильяра. Один у нас уже есть и ещё две пустых ячейки. Лакомств у меня, к сожалению, нет. Покормить я его ничем не могу. Печально. Короче, рассказываю вкратце, что нам нужно сделать. Мы бежим сейчас в другую сторону дремучего леса, чтобы найти там хранителя этого леса. О, сундук. Прикольно. И, короче, разобраться с этим хранителем, потому что он что-то стал буянить. Похоже, что на него Шадар тоже наслал свои силы. И этот хранитель теперь бушует в лесу. И вот нам теперь предстоит с ним разобраться. Надеюсь, что он не такой мощный, как мне кажется. Шепчущий водопад. Короче, Оли, я должен тебя предупредить. Дальше будет всё кишить монстрами. Будь осторожен, чтобы тебя не съели раньше, чем ты доберёшься до хранителя. Я справлюсь, мистер Хнык. Слова настоящего храбреца. Ага. Главное, не забудь, если приходится туго, без колебаний применяй целительное заклинание. Не забуду, мистер Хнык. О, отлично. Здесь есть камень. Можно сохраниться и пополнить ХП. Всё, продолжаем наше путешествие. И кажется, сейчас у нас будет первая битва. Что ж, я, в принципе, к ней готов. Против нас на ринг выходит тыкальщик. Сейчас мы ему натыкаем. Так, призываем нашего фамильяра и посмотрим, каков он в настоящем бою. Но так-то он мощный. Я бы сказал, очень даже мощный. Намного лучше дерется, чем я. И, кстати, у фамильяра есть определенный срок его существования на арене. Дело в том, что фамильяры очень быстро выдыхаются. И когда у них совсем... Ой-ой-ой, что он колдует? Плохо, плохо. Есть! Ушатали! Возвращаемся к выносливости фамильяр. Если я его не успею убрать до окончания его выносливости в клетку, то он может погибнуть. Такие дела. О, шоколадку нашли. Мне кажется, это фамильяру понравится. Сейчас попробуем ему закормить эту шоколадку. Я знаю, что ты хочешь сладостей. Держи. Фигасеную сожрал. О, у нас, кажется, с ним любовь. И атака фамильяра увеличилась. Зашибись! Засада! Я его даже из-за кустов не видел. Хватайка и тыкальщик против нас. Интересно, один фамильяр выстоит против них. Буду уворачиваться. Так, по полной у нас не работает, потому что я ранее уже израсходовал ту способность. Будем дараться мечом. Давай, наваливаем, рубака. Включил защиту и это работает, по крайней мере, с щитом. Выносливость фамильяра уже у нас практически на исходе. Кажется, его нужно будет сейчас обратно в клетку убирать. О, хапашечка, хапашечка. Убираем. Все, выносливость у него на исходе. Надо его забирать. Все, теперь я остался один. Как насчет заклинаний, например, огненный шарик. Оу, это довольно мощное заклинание. Давай посмотрим статистику, что у нас там по опыту, по левлу. Рубака у нас теперь третьего левла, как я. Десять голды, неплохо. Ну и характеристики рубаки тоже поднялись. Все, мы уже на подходе к хранителю этого леса. И сейчас, походу, будет месиво. Стопы, стопы, Оули. Что? Что такое? Слышишь, парень, кто-то идет. Но я ничего не слышу. Это он, тот самый хранитель. Хранитель лесов. Доблестный страт зеленых просторов. Ну вот мы и встретились. Как насчет моего фамильярчика? Фамильяру сразу же досталось. Давай-ка влепим ему по полной. Не получилось. Еще разок. Ой, капец. Вообще фигня. Он сейчас моего фамильяра ушатает нафиг. У рубаки выносливости уже меньше половины. Это очень плохо. Его нужно будет призывать сейчас обратно. Пока что у нас все идет хорошо, но... Ай-яй-яй. Что это такое? Вот ведь. Дело серьезное, Оля. Ты бы лучше защищался. Понял. Значит, надо врубать защиту. Да в курсе, я в курсе, что такое защита. А, так вон как она работает. Есть, Оля. Вот это славно. Защищаясь от таких мощных ударов, ты сможешь заработать неплохой бонус. Как только он начинает готовиться к серьезной атаке, становись в защитную стойку. Хранитель пока в ауте, можно его поколбасить. Ой-ё. Все, выносливость у рубаки закончилась. И он стал уязвим. Надо его убирать. Пришло мое время палкой помахать. Как насчет заклинаний? Опробовать на нем фаербольчик. Ой-ой-ой, фаербольчик подождет. В защитную стойку встаем. И что-то ничего не произошло. Ладно, теперь мой выход. One, two, three, фаербол, откуси. Ха-ха. Половину хп уже ему снесли, чутка осталось. Ах, нык там прыгает сбдалеки, ему вообще пофиг. Стойку. Есть. Шанс. Гляди, Оли, этот здоровенный чербан переутомился. Сейчас самое время задать ему хорошую трепку. Эээ, хорошую трепку, ну, наверное, только заклинаниями. Давай еще фаербол кинем ему. Так. А мана-то закончилась. Кончилась. Надо синенькие вот эти штуки подбирать. Славно. Это же золотой огонек, парень. Этот маленький красавец полностью восполнит твое ОЗ. Ну, твое здоровье. Мало того, он также позволит тебе выполнить чудо-прием. Но вечно он тебя ждать не будет. Поскорее хватай его, Оли. Во, блин. А как его схватить-то? Он на нем стоит. Я подойти даже к нему не могу. Было бы неплохо. сейчас. Супер заряд. Я могу применить спецприем. Я готов. Оу, е! Первый мой басяр, и он слег. Обалдеть. Вот это опасно было, парень. Хоронитель? Он направился куда-то в Чищобу? Могу только гадать, как и ты, парень. Но, по крайней мере, странное выражение его глаз исчезло. Полагаю, некоторое время он будет приводить мозги в порядок, а потом вернется к своему обычному делу. Но из-за чего он стал таким? Не думаешь же ты... Ясное дело. Да от него за версту шадаром несло. Надо нам быть посторожнее, если пойдем еще в какой-нибудь лес. Ведь хоронитель-то в каждом лесу есть. Хорошо, что вы успокоили хранителя лесовость. И я нашел то, что искал. Но сначала подарок в качестве благодарности. Да ты в ударе, старик! Я доверяю тебе одного из своих ближайших помощников, говорящий Ками. Его знания о нашем мире могут поспорить даже с моим. И я подумал, что он поможет тебе в твоем путешествии. Уверен, если вежливо его попросить, он расскажет обо всем, что ты захочешь узнать. А вторая вещь медальон. Ведь вы пришли сюда за ним, не так ли? Это сосуд для добродетелей человеческого сердца. Чтобы спасти опустошенного, понадобится медальон и специальные заклинания. Их я тоже тебе дам. Большое спасибо, дедушка Дуб. Такой вежливый мальчик подлечет некоторых. Что? Я... Ладно, ладно. Спасибо, королицы! Некоторые вещи столь же неизменные, как лес вокруг меня. Ладно. Вам пора отправляться. А ты, мальчик, приходи ко мне время от времени и рассказывай о своих путешествиях. Буду рад узнать о твоих приключениях. Угу. Да, сэр. Ну чё, пошагали? Пора вернуться в Каталонию и исцелить опустошенного странника. Окей.